Радио Болткома Утро на Болткоме Ну что, в последней части Утро на Болткоме мы обычно всегда говорим о новостях культуры Совсем скоро уже выходит на киноэкраны фильм о котором Вот мы давно уже говорили когда-то в программе Синему Поминали как раз таки вот с оператором Александром Гревневым Мы говорили о том, что снимается первый латвийский вестерн Насколько интересно проходят съемки Но пока вот еще рано-рано-рано говорить Потому что это все еще впереди И вот, ну, немножко притормозил ковид, понятно, выход фильма на экран Но, наконец, фильм «Куда ведет дорога» Мы сможем посмотреть в ближайшее самое время Вот об этой картине, о том, как проходили съемки Кто снимался, какие были интересные локации Об этом мы поговорим с оператором Александром Гревневым Который известен по фильмам из «Лайдума Гац» и «Некосмос Нептурес» Доброе утро! Здравствуйте, Александр! Доброе утро, Олег! Да, у нас вот Артем Липпин и Алена Подымова Все мы в троих сетях Доброе утро! Значит, я сейчас нахожусь в Венеции Мы как раз интересовались Потому что я работаю над новым фильмом «Мать и Сакажины» И вот буквально с какой-то площади я с вами разговариваю Так что извините за звук А у нас только что был человек из Токио, так что все в порядке Да, Венеция, привет! Фильм, значит, мы снимали сразу в нескольких странах Значит, куда ведет дорога Мы снимали в Италии, в Швеции, в Латвии И фильм должен был получиться очень визуальным Да, в горах, в море, на островах, в скалах Да, и в различных очень красивых местах в Латвии Да, и актерский состав очень-очень, скажем так, мощный у нас Значит, у нас Каспар Знотинч, Вилл Сдаудзинч, Агнеса Цирула Сейчас Агнеса Будовска, Эгонс Домбровски Талвал Змаркевич, режиссер известного фильма «Штярсела» Очень большой и красивый ансамбль актеров И, значит, история повествует о второй половине XIX века Когда, значит, девушка, которая воспитывалась балтийским немцем Сбегает от барона, балтийского барона, скажем так Я не знаю, как балтваться, я правильно по-русски скажу Ну, барона и барона есть барона Да, да, да И вот, значит, все начинают ее, как бы, ловить Она не хочет выходить замуж И вот это вот, как бы, вестерн сам по себе Это такое всегда тоже немножко road movie, немножко в движении Ну, не немножко, а так основательно И вот мы, значит, передвигаемся по разным странам Хотя вся история происходит, в принципе, в основном в Латвии Но мы, как бы, интегрируем различные страны И различные локации вот в эту основную историю Вестерн – это такой жанр, у которого есть очень конкретный визуальный киноязык Достаточно известный Это и классические дуэли, и противостояние на дороге пыльной Это и долгие пролеты камеры И какие-то, может быть, резкие зумы в последнее время Как это Тарантино в своих вестернах делал В общем, это жанр, у которого очень сложился уже именно визуальный язык Что вам, как оператору, наверное, ближе всего Какими, насколько вы пытались, не знаю, не копировать, это плохое слово Но вдохновляться какими-то работами классическими И насколько вы старались все-таки что-то свое придумать И принести из других жанров, из других слоев культуры Да, ну я хочу сказать, что это однозначно вестерн Здесь очень, в этом фильме очень много классических приемов, которые используются в вестерне Ну, там, я не знаю, планы Диккенс, это когда, допустим, такой бесконечный горизонт И мы видим силуэт садника на лошади героя Мы все время, и вот вы назвали вот это классическое двоеборье Не, не двоеборье, а противостояние Такое тоже есть Все возможные вот эти трюки есть в нашем фильме Но мы его решили по-своему Да, у нас очень много ручной камеры, камеры с рук, скажем так, да И есть такие one-take или, как сказать, однокадровые, длиннокадровые сцены Очень-очень длинные кадры Без склеек, вы имеете в виду? Без склеек, да, да Есть такая сцена с Орловским Это актер Вилл Сдаудзинч играет русского царского следователя, да, по-русски Да, 9 минут кадр, он допрашивает героев Это достаточно серьезная постановка Вот, и... Но в любом случае он имеет, фильм имеет Матис добился такого, свой вкус внедрил Там есть привкус какой-то, скажем так, неожиданности все время Документальной камеры, живой камеры, да И это такой новый вестерн, скажем так А вот что было самым сложным? Я знаю, что были даже съемки с прыжком с камерой со скалы И даже такое было То есть вот какие съемки были самыми такими опасными, сложными для производства? Самый опасный кадр был снят в Латвии Это уже осенью, значит, наши главные герои Это Эва, Эва и эта девушка, да, которая убегает И Микус, это и Писарь, который помогает ей убегать Они переправлялись через Гаую на лошадях И была такая ситуация, что, в принципе, из воды торчали только головы И лошади наших героев Как бы, ну, все как в классическом вестерне Хотела узнать по поводу премьеры Все-таки вестерн, латвийский вестерн Это что-то новое Это прям прорыв в кинематографе Какие планы возлагаются на премьеру фильма? То есть касательно других стран, например Если говорить о популярности Ну да, это, я думаю, сугубо такая латвийская история Это латвийское кино Я надеюсь, что в фестивале будут И все будет хорошо за границей Но в Латвии премьера у нас состоится 6 октября И 7 октября фильм пойдет на всех экранах латвийских В кино Я надеюсь, что все получится в этот раз У нас уже был прецедент, как, допустим, с фильмом «Кино» Это однокадровый тоже фильм Мы, скажем так, отыграли премьеру И в пятницу, и в понедельник все закрылось Ну, будем надеяться, такого не повторится Но в целом мы знаем, что в латвийском кинематографе Наверное, самый популярный жанр Это все-таки комедия или романтическая комедия Даже сейчас выходит сразу несколько фильмов в таком жанре Но вот время от времени появляются какие-то попытки зайти в другие жанры Как вам кажется, насколько успех вашего фильма Или наоборот, в худшем случае, неудача Насколько это может помочь развить именно латвийский кинематограф В новых жанрах, чтобы продюсеры, может быть, были более открыты Как таким экспериментом Может быть, у нас появится первый латвийский постапокалипсис Или первая латвийская научная фантастика После первого латвийского вестерна Уверяю, уже в процессе Постапокалипсис И все такое И у нас вообще в Латвии в кино сейчас очень Направление, скажем так Как раз жанровое Отчетливо видно И по результатам конкурсов И так далее Ну, я думаю, фильм интригует Во-первых Составом актеров Во-вторых, визуальностью И я прогнозирую, что все будет хорошо Но вот-вот-вот Этот фильм тоже очень важный момент Что фильм, он как бы о ценностях Или о проблемах, которые видны и в наше время Это фильм о нетерпимости Это фильм о колонализме Ну, я не знаю, насколько это актуально сегодня Ну, о общественном разногласии Или о разделении общества Да, на различные группы Это фильм Сильный женский персонаж, опять-таки Не уверены в будущем нашем Там два сильных женских персонажа То есть сама девушка И еще есть вот та, которая играет Агнесса Циррелла То есть там тоже такой яркий Что тоже достаточно как бы современный Подход для мирового и для латвийского кино А что снимали в Италии и в Швеции Были ли вот эти съемки Ну, вот насколько были обоснованы эти выезды Можно ли было найти подобные локации в Латвии Или это вот была необходимость снять Я помню прекрасный кадр с горами Который, наверное, сложно было все-таки в Латвии найти История начинается В Австро-Венгерской империи И мы именно там, где эта империя была И снимали это начало Так что там все по-честному И, конечно, таких гор у нас в Латвии нет И, конечно, можно было бы снимать в студии Или еще как Но в результате у нас очень много материала В фильме, который как бы пришел к нам сам Вот этот один из кадров Вообще мы сняли в выходной день Ну, не планировалось, скажем так С горами в режимном таком небе Что касается Швеции То случилось так, что парусник, который Такой корабль, знаете, как средневековый, скажем Такой корабль В самом буквальном смысле корабль Который принадлежит одному латвийскому гражданину Находился именно в Швеции Кунцхаме, очень красивое место Такие острова скальные Эти скалы, они такие как бы водой обработаны Они не острые, они как бы круглые Вот такие острова, да, скальные, круглые И он там находился И, скажем так, ну, это было дешевле, чем снять в Латвии Этот корабль, иначе его надо было бы перегонять Ну, и сели в машину, поехали и сняли там Это была латвийская ситуация Это была латвийская ситуация Значит, мы в Швеции снимали концовку фильма И она как бы в фильме фигурирует как Латвия И очень много соприкасающих таких вот, скажем, нюансов Есть в природе самого кадра Швеции и Латвии Скажем так, зритель, я думаю, что не почувствует Особенно вот такого какого-то скачка В чем-то К тому же, если мы вспомним, что было в то время в Латвии И Юрдис Красс, он художник фильма, акцентирует это У нас не было плотины на Даугаве У нас стабуракс был И это такая была долина красивая, где были скалы Где все то, что нам было необходимо Каньон, скажем так, да, было В то время это было Так что мы как бы Против исторической правды не идете Да Интересны очень были съемки Я все время смотрел, вот героев снимали То снизу стояла камера То какие-то сверху съемки в комнате Были интересные съемки в узких пространствах То есть вот насколько вот эти Ну, когда они находятся, прячутся в маленьком чуланчике И вот эти вот все какие-то вот движения тоже камеры Вот насколько вот эти были вызовом Ну, вот что-то было сложно ли снимать С таких необычных ракурсов Да Ракурсы были в самом деле необычные И это, наверное, главное отличие От классического вестерна Потому что в классическом вестерне В основном своем, да, камера находится На уровне глаз Ну, не считая кадров, где пистолет достается из кобуры И я так заметил, что в основном мы работали Или на очень-очень широких объективах, да И все время снизу Или на очень-очень длинных объективах На очень длинных объективах И в открытой местности, да И это такая новая волна, скажем так Ну, не новая волна Это неправильно будет истолковано С точки зрения истории кино Но вот такая вот атмосфера современного кино Когда визуальный язык тоже уходит Немножко в крайности, да И этот фильм, в самом деле, снят Скажем так Ну, учитывая вот это вот новое дыхание Современного кинематографа Хотел добавить, что у нас Очень много декораций было построено Вот во время съемок в Латвии И даже в Швеции Юрдис Крас, он художник построил нам Реально вот на этой одной из скал Вот порт Ну, не знаю, как назвать Пестатный порт Пристань, да, я причал Пристань, да Он построил реально настоящую пристань В одном из очень красивых уголков Где, я так с секретом расскажу Где слышно эхо Был построен дом Настоящий дом Вот вы про Чулан говорили Эти кадры сняты в этом доме Это, ну, как бы Очень много у нас таких Ну, вот, как бы Не из ничего сделанных Сделанных декораций Мест в этом фильме Благодаря Юрдису Красенцу И, ну, конечно Желанию Матиса Кажи Самого, наверное, сейчас в Латвии Продуктивного режиссера Он, у него фильмы Один полнометражный фильм Полгода сейчас такой Только что он закончил Работу над фильмом Уденс Гарша Это «Вкус воды» Который снят тоже в одном кадре Буквально недавно И тоже выйдет вот вскоре На экраны Параллельно Вот После, сразу после Кстати, сразу после Вестерна Которая будет 7 октября Выходит на экраны Его фильм «Нео на Пава Сервисе» Это совсем радикально Другая история Уже про Молодежь Современную Очень такая Женская история Так что Вот А сейчас что снимается В Венеции? Да Раскройте Отзывису тайны Мы готовим Вот как Мы готовим Скажем так Готовимся К новому проекту И Я наверное Название Это не могу сейчас Сказать Но Это такой фильм Будет Где Сходится Будущее С прошлым Да Где Мы Современность Найдем Там Я не знаю В 15 веке Ну как бы там Путаются Все возможные Временные Временные Рамки Да И фильм тоже Как бы В данном случае Будет про молодежь Которая Ищет Ищет Ответы На Наверное Важные вопросы А что Делать С жизнью Вообще Я еще хотел Спросить По поводу Вестерна Что я отметил Еще даже По трейлеру Это То что Одновременно Звучит речь На нескольких Языках Это латышский Русский И в трейлере Не было Насколько понимаешь Есть немецкий И мы знаем Что например Там Американская Манера Это даже Если снимать Про другую страну Все равно Все говорят На английском Без акцентов И Все друг друга Понимают Насколько было важно Именно показать Вот это многоязычие Латвии Особенно в то время И вот Оставить Эти языки Нетронутыми Может быть Было бы проще Сделать все по латышски Но вот захотелось Оставить именно То что Далдзенч по русски Да говорит И то что По немецки Там немецкая речь звучит Да Три языка Как вы упомянули Немецкий Русский И латышский Но они Современные Эти языки Они Как бы Не Подстроены Под то время Когда Эта история Происходила Да Это важный момент Значит Владелец Этими Всеми Тремя языками Да Сможет Как бы Очень С легкостью Понять О чем идет речь И Много Национальность И Вот Скажем так Вот Разнообразие этих языков Очень важный момент В этом фильме Потому что Это фильм Про Латвию Да И Фактически Изучая Этот промежуток Времени У нас тоже Скажем так Было Что-то Похожее На то Что мы Видим В вестернах Ну По крайней мере Оружие Присутствовало В Латвии Которое Присутствовало В то время На том Континенте О котором Обычно Вестерн Рассказывает Так что И Так как Это Европейское Кино Это очень важно Что Много Языков У нас Это Мы Ну Как бы Как бы Не было Самоцелью Сделать Все под Одну Такой Под Один Язык Это Это Важно Отметили Да Это Такая Это тоже Такой Современный Скажем так Нюанс Этого Фильма Спасибо Большое Будем ждать Премьеры Те из нас Кто не был На предпоказе Как Олег Да Александр Гребнев Оператор Фильма Который Называется Куда ведет Дорога Курва Этой Цельше Если В латочном Прокате Ну И Спасибо Большое До новых Встреч До свидания Спасибо До свидания И Спасибо Нашим Радиослушателям Программа Утро На болткоме Подходит К концу Может быть Если мы Очень коротко Успеем После новостей В 10 часов В студии Будет автор Исполнитель песен Дмитрий Ланской А в 12 часов Программа Зеленая лампа И в гостях Актриса Елена Сигова А эту программу Утро на болткоме Для вас провели Олег Пек Артем Липин И Алена Подымова Спасибо большое Что слушали нас И оставайтесь На нашей волне